так доброе утро страна всем привет дорогие мои сегодня пораньше выхожу в эфир потому что потому что потому что вот так я захотела потому что тренировки сегодня не было очень плохая погода какое-то такое состояние не очень хочется заниматься тем более что вчера у меня была классная тренировка вы можете посмотреть ее сохраненных вместе сергеем шереметой вот можете заодно сходить ему на страницу посмотреть он там себя проводит марафон у меня люди худеют и я тоже пытаюсь в марафоне так поэтому сегодня у нас с вами будет диетическое блюдо давайте набирайте побольше очень-очень вкусно угадайте что это такое напишите мне вы из украины ну да ну не пишите мне что это не знаете вы не знаете что это ребята сегодня буду учить вас готовить спаржу на самом деле это пришло к нам типа недавно ну то есть ресторанах стала появляться мы едим за границей когда мы бываем там но мало кто знает что этот растение нам известно с вами самого детства если вы помните когда-то еще у кого детство было еще в совке у кого уже там в 90-х если вы помните раньше у нас розы были или гвоздики были только эти цветы но не всегда подавались с холодком продавали знаете такие такая мелкая мелкое растение с такими мелкими веточками как елочка но очень тоненькими вот этот холодок дорогой мой вот этот побег и есть спаржа она есть в лесах на полях у нас просто ее не бы не было принято употреблять в пищу когда она вырастает вот из-за этого вот всего уже вырастает растения получается тот самый холодок я была просто удивлена потому что я спаржу заказала в германии заказала вот эти вот корни потому что семян и очень долго выращивать целых 4 года там целый цикл поэтому я заказала сразу корни и мне привезли по весне они вот так вот у меня вытыкались я их обрезала это было очень чудно но когда я потом оставила эти растения чтобы они уже развивались и на следующий год там делились я увидела что это банальный холодок я была так удивлена что оказывается раньше у каждого практически на огороде было это спаржа поэтому если у вас есть этот холодок знаете что это спаржа и по весне всего две недели в году у нас есть сезон этой прекрасной спаржи я заказала вот между прочим интернете с какой-то фермы стоит намного дешевле чем если заказывать если покупать в супермаркете поэтому я сегодня вам ее приготовлю очень часто и люди переваривают я научу вас два способа готовки спаржи чтобы вы ее не переварили для этого и под нее самое вкусное что может быть это голландский соус я сегодня вас научу делать голландский соус и два способа варки спаржи так чтобы ее не переварить катечка мне нужно будет еще вот такой вот пока мы будем чистить вот эту вот историю мне нужно будет сюда насыпать лед потому что ее сразу надо кидать в лед чтобы она переставала готовиться так ну что давайте ее почистим видите как она выглядит вот это вот все нужно почистить овощечистка это очень просто давайте я поверну уже буду вам чистить и показывать надо да я вижу так не всю спаржу вот допустим вот давайте возьму красивый кусочек вот смотрите вот примерно вот отсюда то есть головочку мы оставляем не не снимаем кожу тоненько снимаем потому что на самом деле у нее очень такой хрустящий нежный побег это же побеги понимаете то что это это побег вот он вот так вот вылезает из земли и потом начинает разветвляться в германии очень популярна белая спаржа это на самом деле та же зеленая спаржа но которую накрывают черными пленками и из-за этого она не выкрашивается фотосинтез не происходит хлорофилы в листья не выделяются вспомним курс биологии за 5 класс вот и поэтому она получается белая а эту спаржу ничем не накрывали поэтому она вот такая корешок срезаю вот так вот вот в таком виде я буду ее готовить поехали дальше есть у меня два способа готовки один простой смысле не простой обычный это просто сварить очень важно как ее сварить очень важно не переварить поэтому я вас сейчас научу это делать и быстрый есть способ это в микроволновке меня научила моя подружка вот элина если ты смотришь меня привет ты научила артема он научил меня вот обрезаем сейчас катюша папа поможет мне ее порезать а я вам буду вообще показывать что ходит у меня моё сегодняшнее блюдо значит это спаржа вот мы ее чистим это лимоны уксус или бальзамический или рисовый масло сливочное яйца но и конечно же винишко беленькая поехали значит рассказываю вам что рассказываю вам что есть два способа один быстрый микроволновки сейчас я пять штучек сварю так 5 тучек сварю так а еще пять штучек я после варки я ее немножечко недоварю и еще и поджарю потому что очень многие не любят просто вареную спаржу а любят когда она немножко поджарена можно поджаривать ее и в духовке запекать немножко запись сверху наливать голландский соус и тереть сыр пармезан и и есть масса способов но для меня самый классный это конечно же классический просто на пару отварная спаржа ну или на не на пару а так как я делаю мы сейчас закипятили воду в кастрюле мы ее опустим и воду выключим она у нас кипеть не будет и так она у нас поплавает минут пять мы ее вымем из будем заправлять соусом соус я приготовлю как ее сварить в микроволновке я вас тоже сейчас научу это вообще просто и очень классно единственное что вам нужно будет на одной спарженки попробовать как работает ваша микроволновка потому что вот или на говорили что на полторы минуты артем говорит что у него слабенькая микроволновка и оставить на 2 но я вот попробовала сегодня у меня тоже на полторы минуты поэтому быстрый способ очень классный и у спаржа не переваривается сейчас разными способами мы с вами изготовим так все вот эту спаржу я сварю классическим способом что мне для этого нужно огромная кастрюля с горячей водой ой звоняйте вы тут у меня перевернулись так собака хватит орать одинакового размера потому что она будет по-разному готовится все значит вот классическая порция 5 штук я закипятила воду теперь я эту воду посолю хорошенько если только знать соль в этом доме так много соли я добавлю потому что у меня много воды тихо фу-фу хватит хватит я не разрешаю гакать эти мне даже собака слушает отлично еще немножко соли под водичка должна быть хорошо соленая вот так я опускаю свою спаржу воду и выключаю газ все она уже кипеть не должна она у просто стоит в горячей воде это важно что очень часто самое ужасное переварить спаржу это как с макаронами так следующую спаржу я покажу вам выберу и потоньше так и покажу вам как она варится значит тонкую я буду ставить на одну минуту смотрите классный очень быстрый очень классный способ вы берете полотенце сухое скручиваете его вот так вот по длине спаржи ну допустим в три раза можно в два и мочите его в воде смотрите намочили все-все наверно больше не надо чистить хватит намочили воде . берите у меня вот это вот все вот это отлично так смотрите ребятки девчатки и хлопьянки интересно меня мужики смотрят я специально на самом деле косички вяжу пижамки выхожу мне не интересно ну ладно так сейчас чуть-чуть опущу свою камеру вот я вот эту тряпочку условную которую я намочила мокрое полотенце кладу и в нее заворачиваем мою спаржу вот так вот завернула ее вот так вот в такую штучку поняли и кладу ровно на полторы минуты в микроволновку у меня тонкая я положу на минуту двадцать она тогда очень получается классно так давайте я пока не буду я варить а быстро сделаю голландский соус что нам нужно для голландского соуса катечка снимите пожалуйста потому что очень плохой у меня держатель и причем они у меня ломаются снимать мои руки не буду просто так показывать так отделяю из белков потом можно сделать макароны или меренгу так два желтка допустим сделаю немного так два желтка что я сюда добавляю мне нужно или лимонный сок я на самом деле люблю добавлять несколько видов кислоты немножко лимонного сока немножечко рисового уксуса он такой нейтральненький надает хорошую кислинку соль конечно же соль я люблю чтоб был такой солененький и беру венчик хорошенько все это взбиваю смотрите теперь мне нужно растопить масло я вот так вот в сотейник кидаю кусок масла побольше туда на бамбурю и кладу и кладу в микроволновку хотите не пользуйтесь микроволновкой можете смотрим что получилось со спаржей сейчас я ее мне кажется что она уже готова пять минут ей нужно не больше толстый минуты четыре нужно а где у нас лед в пакете в пакете как он мне поможет если в пакете быстренько мне нужно будет ее сделать так чтобы она перестала готовиться смотрите добавляю холодную воду добавляю туда льда так уже растопилось все вот так опачки так и мою прекрасную спаржу я вынимаю из воды и опускаю холодную воду чтобы она перестала готовиться поняли все буквально на секундочку я ее туда опускаю она у меня останется зеленой очень красивой и конечно было бы неплохо уже ее заправить голландским соусом опачки смотрите какая она роскошная и красиво все что я делаю здесь я взбиваю пробую то что вы мне пишите я трогаю пальцами вон еще бальзамика добавлю белого что я их облизываю ребятушки я готовлю для себя понимаете для себя могу облизывать делать все что угодно это моя кухня это же я не к вам пришла лизать так мы делаем быстренько водяную баню две кастрюльки одну побольше как раз у меня есть горячая вода так и включая под ней газ вот так вот вот сюда а ну нет придется вылить ну блин не хочу я если честно него выливать наверное так не будет ладно есть у меня силиконовая нету силиконовые вы забрали да а чё вы забираете у меня кто тут готовит ну вот так выбрасываем сюда наш вилок желток то есть и струечкой выливаем туда растопленное масло смотрите ребятки и очень быстро за вот так чуть-чуть я сначала сюда налью растворю это все дело чтобы был живенько и очень быстро взбиваю смотрите чтобы он не успевал завернуться голландский соус хорошо вот так вот размешивается еще немножко и еще чуть-чуть все теперь я начинаю его готовить на водяной бане сейчас он у меня загуснет ну или надеюсь что он у меня загуснет вот ну дайте сюда все хорошо так он должен загустеть сейчас тут будет кипеть вода на большом огне я его взбиваю взбиваю если вы сварите для этого блюда яйцо пашот надеюсь вас не надо учить или сварим еще яйцо пашот это очень легко это вот в той горячей воде я могу сейчас сделать добавить туда уксус и сварить яйцо пашот так ага ребятки а соус у меня не вышел потому что потому что что-то произошло наверное холодные яйца так ну ладно он все равно вкусный это мы съедим потом так делаю еще раз такое бывает конечно потому что нужно потихонечку вливать масло а не ты как я это сделала поэтому попробуем еще раз ну бывает ребятки и такое так еще раз отделяем так блин вот такой бывает день молодые у меня куры очень маленькие желтки совсем какие-то не такие как глазок у рыбы так два ну добавим три честно говоря я знаю что нужно струйкой добавлять я думаю что именно из-за этого у меня не получилось но я делала по-разному и у меня получалось почему сегодня так непонятно так поехали опять добавляем соус кислоты я люблю когда он такой хорошо кисленький и хорошо солененький так вынимаю семена так и конечно добавлю немножко соли так теперь я струечкой буду вливать масло на самом деле я делаю как будто бы я делаю этот майонез это тоже самое практически вы так снимаете что ничего не видно дайте я кажется что сложно но на самом деле ничего не сложно ребят будет нормально видите уже все хорошо отлично все он уже вышел такой густой как мне надо чуть-чуть останется его подогреть на все он уже хороший осталось его чуть-чуть подварить на водяной бане он должен загустеть и все будет роскошный голландский соус все дело в том что надо чтобы продукты были комнатной температуры не холодной ни в коем случае вот так вот не останавливаемся на самом деле кажется что сложно но это не сложно просто надо пару раз делать но зато этот соус но зато этот соус потом приживется у вас на кухне как никакой другой с ним вкусно все с ним вкусно с баржа с ним вкусно яйцо пошел делайте гренку на него яйцо кусочек лосося или кусочек селедочки и все это вот этим вот полить и это будет классно не очень на него такие продукты уж странные просто сливочное масло какая-нибудь кислота снимайте снимайте у меня уже густеет вот и соль с ним можно съесть черта лысого с этим соусом смотрите какой он уже у меня загустевает нормально загустевает сейчас я его супер получился соусы такое дело что надо конечно над ними постоять вот так этот тяп-ляп не получается все я думаю что прекрасно снимите смотрите он загустел у меня соус получился роскошный я не люблю когда сильно густо может еще немножко его подержать на газу но я вот не люблю вот это я вам скажу это идеально так вот так посмотрите посмотрите какой он красивый можно это все дело еще присыпать пармезаном вкусно невероятно давайте же я научу вас делать дальше идите сюда кать помните спаржу я завернула в мокрое ничего же не видно я полотенце в салфетку и кладу в микроволновку на полторы минуты если у вас толстая спаржа на полторы если вот такая вот не очень толстенькая то тогда одна минута так одна минута и 20 секунд но вы должны по по поэкспериментировать со своей микроволновкой а ну Катя а ну съешь ты и тоже зарубить очи нет давайте давайте Катя стесняется и конечно же с белым венцом с утра это же просто какая-то просто какая-то роскошь во-первых уже 12 уже можно во-вторых это невероятно крутое блюдо я вам серьезно говорю сейчас я покажу вам как еще делается это все в в микроволновке тоже очень-очень быстро получается ммм 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 сварина идеально соус идеальный класс просто супер ммм ммм извините я не могу успокоиться мммм ммм ммм моя спарж готова ммм смотрите что произошло с ней вот я ее поставила на 20 на минуту 20 распечатываю ее чуть-чуть пусть она еще постоит я чувствую что ей чуть-чуть еще надо времени вот чуть-чуть и сейчас я ее ммм 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 я ее кину на сковородку почему потому что можно в таком виде а некоторые очень сильно любят спаржу поджареную ммм так катюшечка спасибо волыке вам так вот сюда вот я прям сюда выливаю остатки сливочного масла немножечко оливкового масла и давайте знаете что еще сделаем катюш раз уж мы жарим эту историю то давайте чуть-чуть натрем сырка ммм так это уже мы уносим сюда я раскрываю свою спаржу сейчас покажу вам как это красиво посмотрите она в микроволновке выходит такая же прекрасная видите вообще роскошь такая же зеленая и прекрасная да то еще потредише так и теперь я на сковородочку выливаю немножечко масла оливкового или подсолнечного то любого и хорошенько разогреваю сковородку до сильной температуры чтобы мне моя спаржа не стала мягкой понимаете очень важно ее не переготовить спаржа обязательно должен быть такой хруст но должно быть немножко аль денте ребята так вкусно вообще вы должны сделать голландский соус с ним можно сожрать черта лысого мягкий салла кусок вся работе у каждого свое начало утро мягкий у меня тут продюсер названивают так ну что ребятки смотрите показываю все нормально вы еще есть тут не ушли кидаем мою спаржу на сковородку и очень быстро поджариваем ее там до золотистого вида для того чтобы она у нас не было сильно мягкая вы должны ее чуть-чуть не доварить начале то есть положите ее на минуту в микроволновку или на три минуты сварите в воде вот так смотрите я ее обжариваю отлично на очень большом огне важно почему чтобы она не продал не готовилась а просто сверху немножечко немножечко не нужно большая тарелочка вот так все буквально с каждой стороны смотрите какая она красивая получилась так немножко вот тут у меня какие-то ошметки так что я сюда добавляю я сразу на нее присыпаю белье тертым сыром и конечно же поливаю и кладу горочкой вот так красиво вот так красиво кладу соус можете рядом положить но это прям вообще ну скажите но это же круто но это же так вкусно кто любит спаржу идите на базар или куда там или я заказала в интернете доставку мне сделали вообще дешевле чем в магазине вот вот таким вот у меня получился вареным способом не вареным способом жареным сыром если хотите могу вас быстренько научить как варится яйцо пашот его нужно варить в уксусной воде и его нужно заворачивать хотите научу хотите или нет еще есть время немножечко так говорите мне так вкусно и полезно спасибо вот конечно же с бутылочкой вина можете без вина конце концов утро на дворе ранее так ну что сварим быстро яйцо пашот кто за что мне для этого нужно кипяток кипящая вода туда я добавлю уксус сколько не знаю добавляю посмотрите пропорции в интернете я все делаю на глаз самое важное эту историю закрутить скажите пожалуйста а в соленую можно закрутиться в соленой воде или нет что так причем здесь наслаждаемся после энергии тогда ребятки я сама с вами наслаждаюсь энергией попробую вот эту жареную можно сыром единственная проблема я же не посолила когда делала в микроволновке поэтому когда сделайте микроволновке потом можно немножко присолить не хочу я варить яйцо пашотт а тушеный вейда у меня сегодня был план вареная с спаржа с голландским соусом антка вкусная шер разорила блюдо и мне теперь не с чего будет сделать фотографию и поджаренная спаржа сыром из голландским соусом надеюсь что вам все было интересно и классно я очень голодная хочу выпить кофе уже наконец-то и сказать вам доброе утро сегодня у нас классная классный день будет у нас сегодня вечером будет оля плюс с помощником мэра бахматовым я еще с политиками не вела эфиры это будет интересно я очень надеюсь что познавательно и конечно же пишите там всякие каверзные вопросы потому что власть нужно уметь спрашивать они должны отвечать за то что они там сидят делают ли они все то что нам надо или они делают только то что надо им ну шо поехали всем привет всем хорошего утра люблю вас